Не за горами лета дети отправятся на каникулы. У взрослых в преддверии заслуженного отдыха свои заботы. Нужно организовать летнюю оздоровительную кампанию и подготовить школу к новому учебному году. Об этом говорили сегодня на заседании администрации Краевой столицы. На проведение оздоровительной кампании детей в 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 21 миллиона 692 тысяч рублей, что соответствует уровню 2015 года. Основные средства, это около 15 миллионов рублей, будут израсходованы на организацию отдыха и оздоровления детей в летних пришкольных лагерях, городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. От контрольных работ и четвертых оценок летом будут отдыхать более 37 тысяч старопольских детей. Четверть из них отправятся в оздоровительные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. В городе планируется открыть 45 таких учреждений. Летняя оздоровительная кампания 2016 года пройдет под агидой Года российского кино и 71-й годовщины Великой Победы. Особое внимание администрации обратит на противоклещевую обработку. Пока что случаях заражения детей крымской геморрагической лихорадкой не было, однако расслабляться не стоит. Пока, Бог милого, у нас не было случаев заражения детмары, но предпевается, надо быть более серьезным, чтобы ситуация была такая стабильная. 36 ребят в нынешнем году за особые заслуги в учебе и спорте получат путевки в Ордек. Глава администрации отметил, что процесс выбора счастливчиков нужно сделать открытым и честным. Что касается ремонта школ, в текущем году запланированы работы на 17 объектах образования. Финансирование ремонтных работ позволит выполнить капитальный ремонт крови в шести учреждениях. Это школа номер 15, детский сад номер 14, детский сад номер 34, детский сад номер 38, 75-й детский сад и 76-й детский сад. Капитальный ремонт санузлов в трех учреждениях. Это школы 10-я, 21-я и 38-я. Андрей Жадоев попросил сделать все, чтобы не допустить к работам недобросовестных подрядчиков. Если вдруг такие факты у нас с вами вдруг возникнут, когда появляется предприятие под спроводажкой из ручки, мы немедленно должны реагировать, я прошу ставить меня в известность, чтобы мы процесс готовки, так сказать, к учебному году не сорвали. Сроки проведения ремонтных работ установлены с 25 мая по 5 августа 2016 года. То есть к новому учебному году Ставрополь будет по традиции в готовности номер один. Марк Виклийский, Александр Лукяшко, АТВ Ставрополь.